Илон Маск сдаст нас пришельцам. Что? Мы ошибались насчет земных континентов? Как смертельно опасные эффекты Солнца могли помочь зародиться жизни? Обо всем этом и многом другом мы поговорим прямо сейчас в 130-м выпуске Астрообзора. Ну а я Андрей и вы на канале Космос Просто. Выпуск выходит при поддержке программы Сберспасибо. Илон Маск сдаст нас инопланетянам. Да, пожалуй, это одно из самых сумасшедших и странных предложений, которые мне приходилось произносить за всю историю моего канала. Но самое интересное, что это не какой-то бред из нижнего интернета. Это я так немного перефразировал один из выводов научной статьи, которая вышла в журнале Королевского астрономического общества. Ну а давайте разберемся, что я вообще несу. Я нередко говорю о различных методах поиска внеземной жизни и даже разумной жизни. Часто об инициативах сети по поиску сигналов от внеземных цивилизаций. Но есть и обратная история. Если мы можем допустить, что существуют другие развитые цивилизации, и мы даже можем поймать их сигнал, то могут ли цивилизации поймать сигнал от нас? И даже не те, что мы посылали целенаправленно. Пока таких попыток было мало, да и они скорее были символические. А радиосигналы, которые мы уже много десятилетий отправляем, и которые уходят и в космос. Вообще у меня было об этом целое отдельное видео, где мы разбирались в том, как и откуда в нашей галактике нас могли бы засечь разумные цивилизации. Если бы они существовали. Но новая статья, которую я упомянул, затрагивает моменты, о которых я в том видео толком не говорил. Да эти моменты прежде особо и не рассматривались ранее в деталях. Напомню, что есть вполне конкретные физические ограничения на то, откуда гипотетические инопланетяне могли бы зафиксировать именно искусственные радиосигналы, отправлявшиеся человеком. Мы активно начали использовать радио более 100 лет назад. Значит, максимум первые радиосигналы могли улететь на расстояние примерно в 100 световых лет. Следовательно, мы живем внутри пузыря с радиусом в 100 световых лет, внутри которого кто-то что-то да смог бы уловить. На деле там, конечно, много нюансов. Какова интенсивность сигнала, какие звезды есть в этом радиусе и так далее. Как раз об этом я подробно говорил в том видео. Порой говорят, что постепенно нас будет услышать все сложнее, и связано это с повсеместным переходом на цифровую передачу данных. Известная статья, вышедшая в 1978 году, оценивала утечку в космос телевизионного сигнала. Большие телебашни действительно могут быть достаточно мощными источниками радиосигнала. Но с переходом на кабельное, со снижением популярности теле- и радиопередач, таких сигналов может становиться меньше. И, с одной стороны, так оно и есть, но чего не было в 1978 году и что есть сейчас? Правильно, повсеместных мобильных сетей. Ну, сигнал от вашего мобильника, мощность которого от пары десятых до пары ватт, где-нибудь в системе Альфа Центавра вряд ли поймают. А вот сигнал от макросот, более мощных сотовых вышек, да еще и не отдельных, а суммарный сигнал огромного количества вышек, тут уже история меняется. Как современные сотовые сети влияют на нашу видимость для гипотетических инопланетян? Авторы этой статьи решили это проверить. Для этого нам нужно хотя бы примерно прикинуть суммарную мощность сигнала, его характер, направление, и далее оценить, какое оборудование нужно для того, чтобы такие сигналы поймать в зависимости от удаления. С сотовыми вышками история интересная. Антенны на них не всенаправленные. Главные лучи направлены в сторону горизонта. Получается, если инопланетяне направят радиотелескопы на Землю, наиболее мощный сигнал именно от сотовых вышек будет разбросан не по всему диску планеты, а по краям. А значит, в зависимости от того, как на Земле сконцентрированы вышки, можно прикинуть, из каких планетных систем сотовый сигнал наблюдался бы наиболее мощным. Далее, поскольку Земля постоянно вращается, и в поле зрения потенциальных наблюдателей меняется видимая часть планеты, сигнал еще и переменный. Со временем его интенсивность меняется. В статье есть оценки мощности сигнала, и в зависимости от типа сетей, GSM, LTE и так далее, он варьируется примерно в диапазоне от 1 до 4 ГВт. В качестве систем потенциальных кандидатов, которые могли бы такой сигнал поймать, рассматриваются звезда Барнарда, Альфа Центавра и HD95735. Это все одни из самых близких к нам звезд. Самая далекая из них HD95735, на расстоянии 8 световых лет. Естественно, чем система дальше, тем интенсивность сигнала ниже, и сложнее его зафиксировать. Большой проблемой может быть Солнце. Оно является мощным источником радиоизлучения. И авторы статьи приходят к выводу, что если бы из названных систем инопланетяне наблюдали бы нашу систему с помощью одноантенного телескопа вроде телескопа в обсерватории Green Bank, наших сотовых сигналов они бы не поймали. Но как минимум они бы потерялись в сигналах от Солнца. Однако, если у них есть что-то помощнее, ну, например, достаточно чувствительный интерферометр из множества антенн с базой в 100 километров смог бы отделить земные сигналы от солнечных. Например, из системы звезды Барнарда. Ну а если это интерферометр со сверхдлинной базой в 1000 километров, то даже с расстояния в 1 килопарсек. Или 3262 световых года. Что, в общем, даже пока лишнее. Так далеко наши сигналы еще и не улетели, тем более сотовые. Но вообще вывод делается такой, что инопланетяне смогли бы обнаружить наши сотовые сигналы, если их радиотелескопы мощнее тех, что сейчас доступны нам. В статье не учитывается эффект от миллиардов сотовых телефонов. Естественно, даже суммарный сигнал был бы на порядке слабее, но зато эти сигналы уже все направленные. В общем, некоторый вклад они тоже могут вносить. Но при чем тут Илон Маск? А дело вот в чем. В статье учитывались только вышки до 4G. 5G в расчет еще не брали, а их количество тоже растет. И это еще не все. Земля и так уже может быть аномально яркой в радиодиапазоне. А еще сейчас на низкой околоземной орбите постоянно растет количество спутников. Особенно тех, что относятся к мегагруппировкам вроде Starlink от SpaceX. Сейчас на орбите их уже более 4 тысяч. И они хотят довести это количество по крайней мере до 40 тысяч. Возможно, уже через несколько лет общее число спутников дойдет до 100 тысяч. А что делают спутники вроде Starlink? Правильно, передают и принимают радиосигналы. Более насущной и реальной проблемой, конечно, является угроза, которую эти спутники несут астрономическим наблюдением. Но еще может быть и такой неожиданный побочный эффект. Рост количества спутников и передатчиков может сделать Землю более легкой для обнаружения в радиодиапазоне. Пусть опять же, как и в случае с сотовыми вышками, нужно еще учитывать геометрию сигнала, с какого ракурса от них сигнал может утекать в дальний космос и так далее. А кто знает, что на уме у этих инопришленцев? Ну а если серьезно, конечно, у нас пока нет никаких причин считать, что они вообще существуют, тем более так близко. Пузырь сотовых сигналов намного меньше в размерах всей радиосферы человечества. Сигналы от мегагруппировок спутников так вообще совсем недалеко пока забрались. Так что тут нужно скорее подождать, пока их количество подрастет, а затем сигналы успеют добраться достаточно далеко, чтобы побольше систем попало в их радиосферу. А потом однажды на орбите Земли появляется материнский корабль пришельцев и передает на Землю сигнал. Как тебе такое, Пилон Маск? Это корональный выброс массы на Солнце, и не очень хорошо, когда они происходят в направлении Земли. Как многие из вас знают, мощные солнечные бури могут нанести немало урона на нашей планете, поразрушать электросети, повырубать оборудование, спутники на орбите и так далее. Поэтому ученые постоянно пытаются усовершенствовать методы предсказания таких событий. И недавно появилась новая модель, которая по заявлениям создателей может предсказывать солнечные бури за 30 минут до их начала, что уже может дать фору, и мы можем успеть как-то среагировать. Модель создавали, конечно, не только ученые, но и программисты. Получить профессию в IT вы можете вместе с партнером этого выпуска в Skillbox. Вы можете подобрать что-то, что будет интересно именно вам. У них более 70 актуальных профессий и курсов по направлению программирования. А если вы определиться с выбором не можете, тут вам помогут менеджеры, исходя из ваших навыков и желаний. Круто, что огромный упор делается на практику. Вы будете работать над реальными кейсами, которые можно будет добавить в портфолио. А помогать вам будут ведущие специалисты практики из крупных компаний. Плюс будете получать постоянную обратную связь от кураторов. График обучения можно подстроить под себя. Еще из приятных бонусов год английского языка бесплатно. Доступ к материалам курса и после конца обучения они еще и обновляться будут. Но главное — это гарантия трудоустройства. 88% студентов Skillbox находят работу еще до конца обучения. А если работу не найдете, то вернут деньги. Это прописано в договоре. Переходите по ссылке в описании. А по моему промокоду COSMOSPROSTA1 вы получите скидку аж в 60%. Подборку начнем со звезды, пожирающей планету. Мы знаем, что многие звезды в конце своей жизни на главной последовательности становятся красными гигантами, многократно увеличиваются в размерах. При этом они могут поглощать часть планет в своей системе. Судьба, которая ждет и нашу систему, и даже Земля, по некоторым оценкам, может оказаться поглощенной Солнцем. Интересно, что астрономы наблюдают множество красных гигантов, но до сих пор не удавалось поймать их в процессе поглощения планеты. И вот, похоже, им это наконец удалось. Для этого понадобилось несколько наземных обсерваторий, а также космический телескоп NEOWISE. Как это удалось сделать? Событие называется ZTF SLRN 2020. Сначала ученые увидели, как звезда красный гигант за короткий срок стала в сотни раз ярче в видимом диапазоне. Причем это было не похоже на события новых или сверхновых. Затем ученые проанализировали инфракрасные данные с телескопа NEOWISE, предшествующие этому событию, и увидели увеличение яркости в инфракрасном диапазоне до этого. Это излучение, вероятно, исходило от пыли, окружающей звезду. И вот как ученые трактуют эти наблюдения. На орбите, вокруг красного гиганта, близко к нему находилась планета газовый гигант. Пыль у звезды указывает на то, что планета, постепенно падая на звезду, тоже не сдавалась и перетягивала на себя часть вещества звезды. Это вещество остывало, конденсировалось и превращалось в пыль. Инфракрасный сигнал, который ученые увидели, именно от нее. Но в итоге звезда полностью поглотила планету, и в этот момент яркость звезды многократно увеличилась. Но потом вскоре вернулась к изначальному уровню. А еще ученые нашли очень странную планету. В нашей Солнечной системе орбиты планет лежат примерно в одной плоскости, двигаются по орбитам и вращаются, тоже как правило, в одном направлении. Это объясняется тем, как система формировалась, и у меня об этом было отдельное видео. Хотя, конечно, некоторые наклоны орбит присутствуют. Но от орбита планеты у звезды WASP-131 наклонена почти перпендикулярно плоскости, в которой вращается сама звезда. Точно неизвестно, как так получилось. Возможно, к этому привело взаимодействие с другими телами в системе, а еще могут быть вовлечены магнитные поля. Подобные иллюстрации нашей галактики основываются на наших современных представлениях о ее структуре. Но эти представления не полные. Ведь в лучшем случае мы можем сделать вот такую 360-градусную панораму из фотографий, находясь внутри самой галактики. Один из главных вопросов, о котором ученые спорили на протяжении десятилетий, это сколько у нашей галактики главных спиральных рукавов. Два или четыре? И в последнее время было популярным мнение, что у нашей галактики четыре главных спиральных рукава. Интересно, что это делает нашу галактику по-своему уникальной. У значительной части спиральных галактик, которые мы наблюдаем, два главных спиральных рукава. Теперь же группа китайских ученых, авторов статьи, вышедшей в The Astrophysical Journal, утверждают, что в нашей галактике всего лишь два главных спиральных рукава. И выводы они свои основывают на данных ряда обсерваторий, среди которых интерферометры с длинной базой и обсерватория Гая. По их версии у нас два спиральных рукава, и несколько рукавов поменьше, которые не соединяются с основной структурой и имеют более неправильную форму. Если это так, то наша галактика уже не такая и уникальная. Недавно была запущена одна из самых ожидаемых космических миссий, аппарат JUS, который будет исследовать ледяные спутники Юпитера. Десять из одиннадцати инструментов аппарата работают нормально. Но возникла одна проблема. Еще и с очень важным инструментом, с радарной антенной, которая способна заглянуть на определенную глубину под ледяную поверхность спутников. Антенна застряла и не открывается до конца. Вот анимация из нескольких реальных кадров. Но еще не все потеряно. Команда аппарата продолжает пытаться антенну раскрыть. И среди возможных методов включить двигатели и поворачивать аппарат. Ну, короче говоря, потрясти его немного, чтобы антенна раскрылась. А что, нормально. Последние годы ученые ошибались насчет земных континентов. С континентами вообще история интересная. Почему одни участки суши выше уровня моря, а другие ниже? Ну, кому-то вопрос может показаться глупым. Вот мы возьмем любое тело с твердой поверхностью в Солнечной системе. Понятно, что у него есть рельеф. Какие-то участки поверхности выше, какие-то ниже. Если затем на этот шарик добавить определенное количество воды, то понятно, что более высокие участки могут оказаться над водой. Но на Земле это работает не совсем так и не все так просто. То, что делает нашу планету уникальной, это тектоника плит. Она еще и является немаловажным фактором, делающим нашу планету пригодной для жизни. Земные континенты — это не просто. Ну, в кавычках, участки поверхности повыше. Континентальная кора принципиально отличается от океанической. Многие наверняка слышали, что кора океаническая тоньше континентальной. Но еще они отличаются по химическому составу. Но еще что важно для нас сегодня, океаническая и континентальная кора заметно отличаются по плотности. И к чему это приводит? Если бы мы взяли кусок породы мантии, он показался бы нам твердым камнем. Но вообще мантию называют вязкой. На геологических масштабах она не статична, подвержена конвекции, порода в ней перемещается. И менее плотная континентальная кора, ну, как бы плавает выше на поверхности вязкой мантии. Плюс она еще и толще. Тогда как более плотная океаническая уже утоплена глубже, и она тоньше. В общем, континентальная кора — это не просто участки повыше. Они действительно как бы сильнее выталкиваются из мантии. Но вот вопрос. А почему так? Почему континентальная кора менее плотная? Ну, мы уже сказали, что химический состав у них разный, а значит и плотность будет отличаться. Одно из ключевых отличий в составе коры континентальной — заметно меньше железа. Поэтому она менее плотная. Но это лишь заставляет нас задать еще один вопрос. А почему в составе континентальной коры меньше железа? Вот тут уже начинаются проблемы. Считается, что сейчас новая континентальная кора образуется у вулканических дуг в зонах субдукции, где океаническая плита подлезает под континентальную. В том числе магма добавляет новой массы континентальной коре. Не так давно, в 2018 году, появилась версия, объясняющая обеднение железом через минералы гранаты. Эта версия многим ученым понравилась. Работает она так. Под поверхностью в районе вулканических дуг формируются кристаллы гранатов. Кристаллизация удаляет из магмы часть железа. И наверх она поднимается уже менее плотная. И в итоге менее плотной становится и континентальная кора. И это позволяет в жизни тусить на суше, точнее, суше вообще существовать. Теория интересная. Проверять мы ее, конечно, будем. Сказала Элизабет Котрелл, одна из авторов нового исследования, вышедшего в журнале Science. Они решили экспериментально проверить, может ли процесс кристаллизации гранатов отвечать за низкую плотность континентальной коры. Для этого нужно воссоздать условия, подобные тем, что могут быть под вулканическими дугами. А это условия высокого давления и температуры. Для создания высокого давления использовались механизмы с поршневыми цилиндрами. И к этому добавляли нагреватели. Было проведено 13 разных экспериментов, где меняли параметры давления и температуры. В диапазоне от 1,5 до 3 гигапаскалей. Что до 30 тысяч раз выше атмосферного давления на уровне моря. Температура же доходила до 1230 градусов по Цельсию. Образцы породы помещали в эти условия, чтобы посмотреть, как гранаты будут удалять железо. Это изображение образца из эксперимента под микроскопом. А ещё взяли известные образцы гранатов, чтобы сравнить с ними содержание железа. И калибровать по ним измерения в новых образцах. И далее с помощью рентгеновской спектроскопии это содержание проверили. И оказалось, что в экспериментальных образцах кристаллы не удаляли из породы достаточно железа, чтобы объяснить низкую плотность континентальной коры. Ну и авторы делают вывод, что бета-версия отпадает. И нужно искать и проверять новую. Один из вариантов – виноваты оксиды серы под поверхностью Земли. Как неживое стало живым? Или, проще говоря, как на Земле появилась жизнь? Это один из главных вопросов, который мучает нас уже не первое тысячелетие. И на который у нас до сих пор нет ответа. Нет, ну некоторые ответы, конечно, есть, только они не всех устраивают. Особенно ученых. Поэтому они продолжают пытаться эту загадку решить. Возможно, как бы парадоксально это ни звучало, смертельно опасная активность молодого Солнца помогла жизни зародиться. Это было проверено с помощью экспериментов, и об этом вышла новая научная статья. Многие исследования концентрируются не на самом моменте превращения неживого в живое, а на том, откуда взялись ингредиенты для живого. Кирпичики или строительные блоки жизни. Я этот вопрос затрагиваю нередко. Яркий пример – аминокислоты, необходимые для белков, которые, в свою очередь, играют ключевую роль в земных живых организмах. Один из вариантов того, откуда на нашей планете появились более сложные органические молекулы, необходимые для жизни. Они были занесены из космоса. Как я уже рассказывал, мы, как минимум, находили разнообразные аминокислоты в метеоритах. Так что есть возможный внешний источник. Кирпичики жизни могли быть занесены из космоса. Но это не единственный вариант. К тому же могли действовать сразу несколько механизмов. Еще они могли появиться на самой Земле. Еще с 19 века существует идея, что жизнь могла появиться в водоемах, в которых содержалась смесь химикатов, и там при наличии источника энергии могли протекать химические реакции, в которых образовывались строительные блоки жизни, а затем и первые живые организмы. Об этом писал еще Чарльз Дарвин, правда не в книге, а в письме Джозефу Хукеру в 1871 году. Он пишет, что можно представить некий маленький теплый пруд, в котором различные вещества под воздействием, например, тепла и электричества образовывали бы белки, которые бы, в свою очередь, могли пройти серию более сложных трансформаций. Позже гипотеза о том, что на ранней Земле из неорганических веществ могли в результате химических реакций образовываться органические, высказывалась Александром Апариным и Джоном Холдейном. В 1953 году Стэнли Миллер и Гарольд Юри провели свой знаменитый эксперимент, известный сейчас как эксперимент Миллера-Юри. Или просто эксперимент Миллера, который, по сути, эту гипотезу проверил. Они пытались воссоздать в лаборатории условия древней Земли. В закрытую камеру они накачали смесь веществ метан, аммиак, воду, молекулярный водород. Вещества, которые тогда, как считалось, были распространены на ранней Земле. Нужен был ещё источник энергии. И в эксперименте это были электрические разряды. Это должно было имитировать удары молнии. Через неделю экспериментаторы обнаружили, что в камере образовались 20 разных аминокислот. И это было большим открытием, что из базовых простых компонентов ранней земной атмосферы в достаточно простом процессе с молниями могли образоваться сложные органические молекулы, необходимые для жизни. Но есть проблема. За прошедшие с этого эксперимента десятилетия наше представление об атмосфере Земли на её заре значительно поменялось. Сейчас учёные считают, что аммиак и метан не были так распространены, а воздух был тогда полон углекислым газом и двухатомными молекулами азота. И при таком составе атмосферы аминокислоты, конечно, тоже могли бы образовываться, но в гораздо меньшем количестве. Но что если был другой, более мощный источник энергии для реакций, чем молнии? Предлагались разные варианты. Ударные волны от падающих объектов из космоса, солнечное ультрафиолетовое излучение, галактические космические лучи. Да, стоит уточнить, о каком периоде мы сейчас говорим. Речь о катархее. Примерно первые 600 миллионов лет существования нашей планеты. Сегодня есть некоторые свидетельства того, что жизнь на Земле могла зародиться 4 миллиарда лет назад и даже немного раньше. Если говорить об излучении Солнца, надо помнить, что тогда Солнце было примерно на 30% слабее. С этим даже связана отдельная история, известная как парадокс слабого молодого Солнца. И у меня об этом было отдельное видео. Суть в том, что при более слабом Солнце условия могли быть гораздо менее благоприятны для зарождения жизни. И тем не менее она как-то зародилась. Галактические космические лучи, частицы, обладающие высокими энергиями, прилетающие из-за пределов Солнечной системы, могли бы в теории помочь органическим молекулам формироваться на Земле. Даже проводились эксперименты, в которых вместо электрических разрядов использовались разогнанные протоны. И аминокислоты в результате тоже образовывались. Но тут тоже есть проблема. Скорее всего, 4 с лишним миллиарда лет назад поток космических лучей мог быть намного слабее, чем сейчас. По некоторым оценкам аж на два порядка слабее. Дело не в том, что в галактике что-то происходило. Дело в Солнце. Наша молодая звезда в то время вращалась быстрее вокруг оси. Были более интенсивные солнечные ветры и более мощное межпланетное магнитное поле. И это создавало своеобразный щит от галактических космических лучей. Хотя какой-то небольшой вклад внести они все равно могли. Но есть еще одна новая идея, тоже связанная с Солнцем. Источником энергии для реакций могли быть частицы, выбрасываемые самим Солнцем во время супервспышек и корональных выбросов массы. Хоть Солнце и было тогда тусклее и холоднее, зато активность молодой звезды, скорее всего, была намного выше. Хоть мы и не можем переместиться в прошлое и посмотреть, как Солнце вело себя более 4 миллиардов лет назад, зато у нас есть миллиарды других звезд в нашей галактике разного возраста. Схожие по массе и составу звезды проходят похожий эволюционный путь. И если мы будем наблюдать за множеством звезд, похожих на Солнце, находящихся на разных этапах эволюции, мы можем составить представление о том, что было и что будет с нашей звездой. Чем, собственно, ученые и занимаются не первый десяток лет, и мы видим, что молодые звезды, как правило, намного активнее. Если сейчас супервспышки на Солнце происходят, ну, где-то раз в 100 лет, то на ранних этапах они могли происходить раз в 3-10 дней. Так что наша атмосфера постоянно омывалась потоками частиц, несущихся на огромных скоростях, и это могло запускать химические реакции. И это тоже проверили экспериментально. В новом тесте в качестве модели атмосферы ранней Земли уже использовали комбинацию газов, составленную согласно современным данным. Точнее, экспериментов было несколько, с разным содержанием метана. И в качестве источника энергии использовали ускоренные протоны, которые имитировали солнечные частицы. И для сравнения, еще и электрические разряды, как в эксперименте Миллера. И вот основные выводы. Симулированные солнечные частицы могли производить регистрируемые уровни аминокислот, даже когда содержание метана было около половины процента. А при использовании электрических разрядов, имитирующих молнии, аж до 15% содержания метана, аминокислоты не образовывались. И даже при 15%, когда они появлялись, их содержание было в миллион раз ниже, чем при использовании ускоренных протонов, с которыми еще и образовывалось больше карбоновых кислот, предшественников аминокислот. Молнии все еще могли вносить вклад. Но еще надо помнить, что в условиях более холодного солнца и климат мог быть холоднее, и самих молний быть еще и меньше. В общем, частицы, прилетающие от солнца, кажутся намного более эффективными помощниками для реакций, образующих строительные блоки жизни. Кроме того, они могли запустить процессы, которые в итоге привели к появлению жизни еще и раньше, чем считалось прежде. Никто и так не сомневался в важности солнца для жизни на Земле. А теперь, возможно, появился еще и такой, немного неожиданный фактор. Хорошо, что сейчас такие мощные выбросы на солнце не происходят так часто. А вот миллиарды лет назад они, наоборот, могли быть и полезными. Друзья, спасибо за просмотр. Обязательно перейдите по ссылкам и подпишитесь на мой телеграм-канал и группу ВКонтакте, если вы этого еще не сделали. Там выходит дополнительный космический контент. Ну и просто, чтобы оставаться на связи. И огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти, на Патреоне и на Ютубе. Пока!